Когда мы готовимся к Новому году, очень тщательно мы продумываем новогоднее меню. А вот про напитки иногда забываем и зря. Мандариновый лимонад, ну или мандаринонад, как мы его уже за кадром назвали, предлагаем вам приготовить сегодня. Из чего он состоит, обсудим с нашим гостем в студии бармен Виктор Никитин. Доброе утро. Доброе утро. Мандаринонад из мандаринов будем готовить? У нас их почему-то нет. В данный момент сегодня мы воспользуемся более простым вариантом. Это мандариновый сироп. Его можно купить в любом магазине. Также можно сделать его самому. Это очень просто на самом деле. У вас есть соковыжималка, допустим, дома, либо какой-нибудь блендер. Либо сильные руки. Да, да, да. Но главное давить его, скажем так, прям не в такой соковыжималке, которая прям блендерит, грубо говоря. То есть, чтобы мякоть была? Да, чтобы была мякоть. Можно добавить даже маленечко корки самого мандарина, чтобы добавить ароматики и эфиров непосредственно во вкус. На ароматы, которые сейчас разносятся по нашей студии, пришел даже Иван Солнцев. Ну, присоединяйся. Я вот в тебе всегда нуждаюсь. Можешь присоединяться. Также можно добавить маленечко имбиря. Прям крупно так? Да, если будем выжимать, то есть делать собственными руками дома, то можно добавить имбирь прямо в сок. Доброе утро! Доброе утро, Иван. Я присоединился к вам. Далее. Про мандариновый сироп мы сказали. Лимонный сок. О, вау, вау. Про мандариновый сок я сказал. Про мандариновый сироп. Как его, в принципе, дальше сделать? Добавляем маленечко сахара. Грамм 100-150. 100? Да. 100? Это прям хорошо. Так маленечко, пару раз маленечко. Ну, совсем чуть-чуть, да. Секретный ингредиент. Главное, 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 чтобы, если делаем мандариновый сироп в домашних условиях, мы его не провариваем, не варим на плите, мы добавляем сейчас, в данный момент, имбирный тоник. А вот это уже самостоятельно не сделаешь, да? Это надо уже промышленно искать. Да, поэтому я и говорю, что мы, когда будем варить дома, делать мандариновый сироп, чуть-чуть имбиря, чтобы вот этот имбирный вкус, добавить... Настаивать будем? Или сразу пить? Можно сразу пить. Мы еще в идеале... Да, извиняюсь. Еще в идеале, конечно же, лед, если мы хотим похолоднее, чтобы вкус, скажем так, сбалансировать, но... Можно и... Может, и цвет-то какой-то, гляньте-ка, а? Ну, получается так. Слушайте, вообще получился какой-то, как, знаете, раньше эти... Звука, юпи. Да, 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 нужно было разводить. Ну, давайте. Нельзя нам, наверное, в кадре все как-то сломать, возможно? Ну, это ж напиток. Очень свеженький аромат, и если бы не было имбиря, он бы был просто сладкий. А имбирь дает вот этот объем вкуса. Да, да. С чем еще можно подружиться, если хочешь новогоднее меню все-таки сбалансировать с какими-то безалкогольными вкусными напитками? Мандарины запомнили? Да, ну, также можно сделать глинтвейны, сварить глинтвейн безалкогольный. На яблочном либо вишневом соке далее можно сделать грог, вариацию грога. Это тоже только с разными специями, а где он отличается с разными специями, с другими и с другими фруктами. Далее, ну, чай, я думаю, на Новый год, скорее всего, не подойдет. Ну, это под конец, с тортиком. Да, да, конечно, конечно. Где-то в районе 4 утра заварите. Думаю, в целом все. Это ведь идеальный вариант, если не хотите ребенку какую-то покупную газировку, например, на новогодний стол ставить. Все же ингредиенты максимально натуральные и максимально безопасные. И как они любят? С пузырьками. И с пузырьками, и вкус на самом деле лимонадный, мандариновый, мандариновый и очень выраженный. Ребенок точно не отличит, что это самодельный лимонад. Пробуйте, экспериментируйте, радуйте себя не только во время и до праздников, но и в течение всей своей жизни. Спасибо большое. С наступающим. И вас с наступающим, Иван. Иван. Продолжение следует. Продолжение следует...